МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И у нас в студии сегодня Дарья Варзиева, режиссер-постановщик, хореограф и исполнительница главной роли в спектакле «31 июня». Даша, привет! Снова рада видеть тебя. Ольга Жиянова, танцор, шоу-группы спектакля. Привет, Оля! И Алексей Яковлев, исполнитель одной из главных ролей в спектакле. Здравствуйте! Ну, во-первых, конечно, с премьерой вас поздравляем. Была проделана очень серьезная, огромная работа. И для начала мне бы хотелось, чтобы вы поделились пока еще свежими эмоциями после премьеры. Даша, наверное, ты начнешь? Да, я начну. Но я поняла только, что состоялся спектакль, наверное, спустя два дня, когда я отошла от количества эмоций, от количества цветов, которые стояли по всей моей квартире, огромное количество шаров. Но все прошло очень хорошо. Я очень довольна. Я смотрела видео прямо на одном дыхании, потому что я в спектакле стояла на авансцене и не видела, что происходит сзади меня. Но, посмотрев все это на видео, я была очень довольна, что мы проделали такую огромную работу. Оля? Ну, на самом деле, когда проходили репетиции, не особо чувствовалось то, что вот-вот приближение спектакля и что он через неделю уже будет. Но сами репетиции проходили довольно-таки весело всегда и продуктивно, вот. А сам спектакль, ну, так как мы были очень часто, мы были за кулисами и могли видеть это все со стороны, постоянно переживали за каждый номер, как он получится, как ребята танцуют. То есть и каждый раз, когда кто-то выходил на сцену, мы желали друг другу удачи. И самое важное, наверное, самый такой волнительный момент был, это один из номеров главных героев, фотографа и принцессы, сольный их номер. Мы все переживали очень за это и стояли, после чего, когда уже этот номер сам состоялся, мы все в мурашках ходили за сценой и радовались, что все так хорошо получается. Все удалось, да? Да. Алексей? У меня эмоции очень простые, у меня пролетело все буквально так на одном мгновении, и вроде только-только вот открылась, да, там, кулиса, и уже все, идем на поклон. То есть очень все быстро, очень стремительно. Даже, наверное, больше, да, потратилось времени на все репетиции. Я зачем-то ходил на все танцевальные репетиции, я не знаю, зачем. Но вот в итоге подготовка шла, очень приятно, что было огромное количество новых людей, которых мы, да, вот, с которыми мы познакомились, пока готовились к спектаклю, и очень приятно, что эти люди выложились на полную и смогли для Даши сделать ее, осуществить ее мечту. Даша, на тебе лежала очень большая ответственность. Я даже не представляю, как сильно ты волновалась, потому что помимо того, что ты была режиссером, постановщиком и хореографом, ты также исполняла и главную роль. То есть расскажи вообще подробнее о репетициях и как тебе удалось преодолеть это волнение. Вне программы ты рассказывала, что тебе было очень страшно, тебя трясло? Расскажи нам об этом. Да, очень было страшно, да, потому что выполняла очень много функций и подбирала и видео на экраны, весь музыкальный материал, всю хореографию ставила, и была на всех репетициях. Но бывало, ребят я оставляла на одну репетицию в одном зале. Мы репетировали в детской арт-президенции компании «Рустика» «Дар». У нас было помещение, мы там репетировали, потому что нам помогала компания «Рустика». Вот, и на «Русском острове» в «Контрасте». Это второй состав, который танцевали с Димой. Бывает, что я уезжала к ним, а ребят оставляла одних. Я знала, что они там все справятся, они мне присылали там видеорепетиции, отчитывали, что все прошло хорошо. Бывало, что мы с Димой могли там до 10 вечера репетировать, потому что у нас были главные герои, мы должны были свои постановки отрабатывать. А так, да, было страшно. Наступил такой момент, когда я понимала, что осталось две недели, и какие-то вопросы были нерешенные. У меня была такая паника, что все меня начали подбатривать, вытаскивать на репетиции, говорить, «Даш, мы все сделаем, не переживай, вот тут мы порепетируем». Дима писал, «Даш, я вот свои кусочки все отработаю, я теперь все видео пришлю, этот момент тоже не переживаю». Я уже как-то стала успокаиваться, что все получится. А так, да, я очень нервничала, стала весить меньше 50 килограмм. Это все нервы. Да, но все получилось, и получилось все очень здорово. И всем, все, кто был в зале, всем сказали, что очень мало было. Мы почти час спектакль длился, но все мало, все хотели еще, еще, еще. То есть зрители приняли на ура? На ура. Все хотят повторения. А, собственно, оно будет? Я хотела. Конечно, вот сейчас мы просто отойдем, я сделаю выводы определенные, где нужно что-то добавить, где что-то поменять. Ну, по хореографии это все мне, все нравится. Просто я хочу момент добавить в конце, немножечко рассказать про брошь, и добавить несколько слов короля в конце. Вот Пешка играла короля. Да, чтобы людям было понятно, потому что вначале рассказываем про брошь, которая выполняла самое главное желание принцессы. Мои друзья, многие, они говорят, Даша, мы смотрели на тебя, и мы прослушались, что говорили про брошь. Надо просто это людям немножечко в конце еще донести, чтобы было понятно. А так я хочу, чтобы мы еще и не раз повторили спектакль, и, возможно, покатались по краю, может быть, это Хабаровск и доехали. Можно попросить также рассказать об изменениях, которые ты привносила в эту всем известную историю любви. Это была твоя мечта, я знаю, поставить этот спектакль. Поздравляю также со сбытием мечты. Расскажи, Даша, что поменяло в спектакле? Во-первых, мы поменяли профессию главного героя. Если в кино он художник, здесь у нас фотограф, потому что мне очень хотелось сделать подиум, где ходят модели, и самой побыть моделью, потому что принцесса превратилась в модель. Мы поменяли его профессию. Так же осовременили, получается, даже не было. Да, осовременили, поэтому он работал в агентстве, в котором Леша также был директором, потому что в кино и короле директора играют один человек, и у Леши у нас двойную роль выполнял. Он был в современном мире. Король-директор. Да, король-директор, и там и там. Также я взяла только несколько треков из кино, это «Мир безлюбимого», «Ищу тебя», «Хэппи-энд», и он пришел. Остальные треки мы взяли современные. Ну, «Рыцарь-драй». «Рыцарь-драй». У нас еще был. Там он был, «Рыцарь-драй». Здесь у нас был танцевальный турнир. У нас очень веселые ребята. Моя мама очень любит пересматривать «Рыцарский турнир». Она видела, ей нравится больше всех моментов. Хотя нет бы посмотреть на меня, нет, она любит смотреть «Рыцарский турнир». Мы поменяли, ребята танцевали. Вот, что еще? Мы сделали, ну, показ, мод. У нас девочки ходили все в пайетках, такие красивенькие, а мы во всем кожаном танцевали. Самое большое изменение в нашей жизни произошло, то, что Даша заставила всех посмотреть этот фильм. «Рыцарский турнир», потому что там многие не смотрели. Я очень люблю туда песню, самую главную из этого фильма. Я знал ее, все. А фильм не смотрел. И вот мы по вечерам после тренировок сидели, пересматривали, как жеваться в ролик, что происходило. Это тоже потратилось такое. Да, на самом деле, Даша частенько рассказывала об этом фильме, чтобы мы посмотрели, чтобы мы поняли, ну, как нам себя вести, то есть где-то в каких-то моментах. И когда я его посмотрела в первый раз, он мне настолько понравился, что через пару дней я его пересматривала снова. И потом еще раз. Это была лишь часть работы, я имею в виду работы над ролью, да, просмотр фильма, такое некое занятие по актерскому мастерству, да. А что еще помимо этого, какую работу проделывали? Ну, помимо, естественно, репетиции, танцев, понятно. Может быть, это были какие-то специальные упражнения, которые помогали ребятам еще сильнее вживаться в свои образы? Или у всех все получилось, в принципе, можно сказать, с первой попытки, с небольшой? Ну, не с первой попытки. С кем-то, да, приходилось просто сидеть по сценарию, там, разбирать какие-то моменты. Ну вот, это так же, достойная работа. Да, с ребятами я все репетиции провожу в такой дружеской обстановке, чтобы мы чувствовали вот эту сплоченность, что мы все вместе, чтобы мы не находимся на какой-то там репетиции, а не спектакле, а то, что мы в домашней обстановке вышли, получили удовольствие, для себя все это сделали и довольны и пошли домой. Да, у нас часто была такая, ну, то есть, воля в раздумьях к танцам. То есть, мы могли что-то предложить сами. Ну, то есть, Даша не наставила на том, чтобы мы учили то, что дает она. Она хотела, чтобы мы тоже как-то развивались, как танцоры. И поэтому, ну, то есть, какие-то маленькие части, которые мы очень хотели, ну, то есть, внести, это вот, например, ну, это мы изменили немножко официантов, ну, танец официантов. Вот, мы вставили современный кусочек рампа с мальчиком. Мы придумали, и Дашу очень понравилось, мы переживали, хотели очень, чтобы это было, и Даша одобрила. Мы так рады были с ним. Да, это еще один современный момент, в общем, спектакль. Ты играл, Алексей, роль короля. Так вот, пусть король говорит теперь у нас. Расскажи о своем образе, о своем короле, какой он получился, и с какими основными сложностями ты сталкивался при работе над ролью? Самая большая сложность была, это костюм. Потому что я его увидел за день до спектакля, и я понимал, что, ммм, я Семюшку себе представлял по-другому. Вот, да, потом пришлось, так сказать, вживаться в то, что мне досталось. Очень необычная роль, потому что и вроде с одной стороны, да, то есть как бы ты идешь против принцессы, да, там, где-то, то есть ты, да, ты ее не понимаешь, если ты вот хочешь ей приказывать, в то же время ты добрый, там, ее отец, да, ты за нее переживаешь, то все, и тут же ты должен бежать быстрее, переодеваться у Димака, и на репетиции, на генеральном прогоне я не успел переодеться, я выбежал, да, у меня вверх переодел, вниз я вот в чем вот, как королевская осталась, в том побежал. Ну, потом мы учли это все, то я перевесил свой костюм ближе к выходу, чтобы я на ходу переодевался. Методом проб и ошибок, да, опять же? Ну, в целом, все у нас получилось, да, большое спасибо всем актерскому составу, да, потому что очень было приятно работать. Ребята были, там, сколько у Насты лет, там, 10, да, там? Ну, да, очень маленькая. Маленькие привидения, 10 лет, как бы, да, и уже взрослые наши такие, да, там, партнеры, это вот, Регина и Влад, которые нас учили, да, где-то, то есть своему актерскому мастерству, вот, это было очень приятно. А давайте, к слову, действительно поговорим о тех, кто сегодня не в студии, но ведь очень многие ребята принимали участие в этом спектакле замечательном. Расскажите о них, Даша, я думаю, что ты начнешь. Ну, да, я расскажу, наверное, про Диму. Это главный герой, это вот мой жених, скажем так, по спектаклю. Да, Дима на работе сейчас находится, жалко, что его нету. Он не актер, он танцор, он очень хорошо танцует, и поэтому я сразу взяла на эту роль. Он трюкач, он делает очень хорошо трюки, модерн, и ему было очень сложно делать мою координацию какую-то, и мы вот в репетициях, ну, опять твоя координация, для меня поддержка была, и я. Ну, поддержки нам давались очень тяжело, скажем так, вначале, потому что я хоряжник, и для меня было непривычно, у меня были разобраны в крови все кости вот здесь, я не, у меня хрустнуло ребро, я неудачно упала, он, ну, у него там хрустнул голеностоп, ноги были в крови, я там получила хорошо себе в кость, сзади, минут вообще не могла встать, ну, потом мы встали, вот, зритель не видит этой проделанной работы, он видит итоговую картинку, и я очень рада, что итоговая картинка всем понравилась, ну, то, что творилось внутри, вот это было, ну, вот этот процесс мне очень важен и очень дорог, что на протяжении этого периода, а мы готовили спектакль меньше, чем за два месяца эти ребята все, кто был рядом со мной, что они были рядом со мной, поэтому огромное всем спасибо. Вот, была Настя, маленькое привидение, и она очень маленькая, мы на ней всегда им так заботились, ее обнимали, она, получается, помогала мне переходить из эпохи в эпоху, чтобы мы наконец-то встретились с главным героем. Вот, был Влад, он играл главного злодея, у него актерское образование, поэтому было легче всего. Он каким-то помогал ребятам, он был наставником в каких-то моментах. Вот, была Регина, она играла хозяйку кафе, вот она там в роль вжилась, ей было очень комфортно. И был Артем, и мы Артем это все время забываем, он был советником короля, он был рыцарский турнир, Артем вообще танцует у меня в шоу-балете, я очень рада, что я встретила его на одном из конкурсов. Артем у нас такой позитивный, и я придумала ему такую роль, чтобы он очень понравился зрителю, и вот он очень всем понравился, взял, потом ему хлопал, и вот моя мама тоже говорит, какой Артем хороший. А как так получилось, что, я понимаю, что может быть несколько риторический вопрос, но мне очень интересно ваше мнение на этот счет, и хотелось бы, чтобы зрители его услышали, потому что, как мне кажется, это такой уникальный случай, когда с первой попытки буквально удалось собрать вот такой коллектив, о котором ты говоришь, что у вас полное взаимопонимание, ведь подготовка к такому серьезному мероприятию, это всегда очень большие нервы, серьезные, затраченные, да, всегда. И нервы что это? Это срывы, это ссоры, как правило, тем более, когда дело касается искусства, когда бывает субъективное мнение. Как так получилось? В чем секрет, как считаете вы? На самом деле, многое зависит не от того, с какой попытки собран коллектив, а то, как с коллективом работать. То есть, Даша нашла подход абсолютно к каждому человеку, и нам всем было настолько комфортно и друг с другом, и с Дашей, что у нас не было каких-то конфликтов, у нас не было ссор, может быть, на удивление, но так и было. Мы познакомились с контрастом тоже на общих репетициях. То есть, нам было интересно общаться друг с другом, смотреть, кто как танцует. Нам было интересно узнать что-то новое. То есть, Даша открывала у нас какие-то новые возможности, новые знакомства. благодаря Даше произошли у многих. И именно это, то есть, очень многое зависит от самого хореографа, тренера, от учителя, так скажем. И именно благодаря Даше все прошло так замечательно, как прошло. Да, мы не ругались на протяжении двух месяцев вообще ни с кем, ни с этим составом, ни с актерами, ни с вторым составом, ни с Димой, тем более, когда мы находились в репетициях. Вот как-то... У Даши есть один маленький такой секретик, она нас подкармливала. Да, она собрала в семье 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 даже кормила. Я приготовила им мимозу, как они просили, принесла им перед тренеральной репетицией, они сели, в уголке поели, и потом добрые такие. А сама не ела. Все равно ложечку съела, конечно, ей больше не досталось. Давайте сейчас сделаем небольшую паузу, мы прервемся на короткую рекламу, а после продолжим наш разговор. Оставайтесь с нами. Туманных миров скитаться за тем, чтобы мы с тобою мы друг друга нашли. А вдруг прикажет судьба остаться, опять прикажет судьба остаться в председании от нас на крайне земли. А мы продолжаем наш разговор о спектакле 31 июня. Но я не могу, конечно же, не спросить, я так понимаю, что такие ситуации были, я говорю о казусах, о незапланированных моментах во время спектакля уже непосредственно. Ну, такие мелкие казусы были, мы с ними столкнулись, хорошо, что мы их смогли решить на сцене, я думаю, что зрители даже не догадались, что такое было. Один из моментов, у нас вот главный предмет, брошь, который передавали как раз-таки там Дима и Милисент, ой, ну Дима и Даша, получается, друг другу, в один момент они должны были крепиться, и вот она отлетела и сломала скрепление, да, и по фильму они там по идее должны там у нас по сценарию, они должны были прикреплять это к другу, в итоге она была просто передавалась из рук в руки, да, во время этого танца она просто упала, Даша ее пнула, вот, ну, такое тоже было. Я выкрутилась потом из ситуации. Да, у меня, я не успела одеть фату в конце, потому что там буквально через каждое переодевание было на секунд 30, а здесь было, ну, просто с Димой одеть обувь и мне пользой вязать, там было на секунд 15, я не успела одеть фату, самая забавная ситуация была с главным злодеем, когда он вышел чуть-чуть позже в кафе, а его место уже заняли, он подходит, спина встает, встала, а девочка не понимает, в чем дело, она, а что это, он такой, встала, мне надо сесть, она, ну, ладно, пошла, ушла, такие страстики зрители смотрят, незамечательно. это не было заметно, сколько времени в итоге-то ушло на подготовку в общей сложности со всеми репетициями, с кастингом? Если с кастингом, то около двух месяцев. Но ведь это очень короткие сроки. Это очень короткие, но зато нет, для меня это было много времени, когда мы с тобой разговаривали, хотя какие-то постановки у меня вообще не были придуманы. Самые быстрые постановки, которые у меня рождались, это танцы с Димой почему-то. Я вот буквально там ехала на репетицию за полчаса, всю хореографию накидала, приехала и всю хореографию дала. С ребятами было чуть-чуть подольше в каких-то моментах, а так, ну, два месяца, это учитывая и весь кастинг, все репетиции, и Новый год, на котором мы нам не репетировали до и после, а так вот два полных месяца. То есть время для вас пролетело незаметно, но плодотворно. Да, хочется еще. Вот я как раз хочу об этом спросить. Вы говорили уже сегодня, что будет еще раз спектакль, вы сейчас немножко отдохнете с новыми силами, отыграете его, может быть, и не один раз, да, безусловно. Наверняка планируете теперь совместные какие-то проекты, расскажите об этом. Ведь получилась такая сплоченная команда, дружная. Ну, у меня есть свой собственный шоу-балет, мы выступаем по разным мероприятиям в городе, каким-то концертом, и Оля теперь попала туда, Леша теперь тоже там. Спасибо. Многие ребята тоже попали в шоу-балет, и у меня есть там какие-то идеи для разработки своего нового шоу, но это совсем другое, это танцевальное больше. Ну, вот пока так. А почему твоей мечтой было поставить именно мюзикл «31 июня»? Ну, этот фильм я с самого детства люблю, и для меня, наверное, было, что любовь не имеет никаких преград, неважно, где ты живешь, в 21 веке, в 12 веке, нет у тебя времени, устал ты, или что-то еще у тебя случилось, ты всегда найдешь время для человека, который тебе очень важен, и поэтому мне хотелось как-то это преднести на сцену, чтобы люди не забывали, несмотря на всю эту бытовую жизнь, всю эту работу, которая всех очень грузит, они окунулись в эту сказку и поняли, что самое главное в жизни главное это любовь и семья, а не вот от работы, какие-то проблемы, и поэтому мне хотелось донести до людей, что не стоит забывать, что любовь, наверное, это главное в этой жизни. Ну, твоя мечта сбылась. Да я пока в это еще не верю. Я думаю, скоро появится новое. Это здорово, что действительно мечты сбываются, ты это доказала. И я также хочу спросить у ребят, ну, я уже поняла, что вы теперь все в творческой профессии остаетесь. Нет, я сегодня об этом узнал только. Ну, для них, конечно. Нет, новости. Но, тем не менее, интересно также ваше мнение. Вот говорят, что если ты хоть раз вышел на сцену и это произошло успешно, да, для тебя, ты понял, что это твое, то очень сложно уже с этой сцены уйти. То есть, если есть такая возможность, безусловно, это становится частью твоей жизни. Как для вас вы бы хотели, чтобы ваша профессия последующая, впоследствии была, может быть, не основная, но, тем не менее, как-то и так или иначе связана со сценой. Оля. Ну, я вообще танцую с шести лет, и я очень часто выходила на сцену, но только для танцев. Но именно в таком спектакле, ну, это действительно был мой дебют. Но в будущем я планирую, да, насколько это возможно, то есть, по всем моим силам и возможностям я очень хочу связать свою жизнь с танцами и дальше, вот. И надеюсь, в шоу-балете сдержаться тоже. Вот. Но вообще, я учусь настрителя, и вот это такие две... Взаимоисключающие, казалось бы, в Трисе. А нет, видите, вы ломаете стереотипы, благодаря Даше в том числе. Алексей? Ну, я в первый раз на сцену вышел 10 лет назад, как раз танцевали каким-то данным проектом. Это был шоу-балет на Финити, в котором мы даже с Дашей успели совместно, да, потанцевать. И для меня... Ну, на какой-то период я отошел от сцены. То есть, да, моя работа связана с этим, я периодически выхожу, но это так, вышел, объявил, ушел, да. А тут полноценно поиграть, да, вот прям вот вжиться в роли, тем более среди танцоров, для меня это было очень шикарно просто. Конечно же хочется, хочется постоянно находиться там. Это эмоции, это впечатления, которые ты не получишь в офисе, сидя на работе, да. ради такого, вот, я вырвался с основного места работы, тоже приезжали, очень поздно есть репетиции, не всегда бывало, но вот находил время, потому что я хотел этих эмоций. Очень хотел, и я очень хочу их снова получить. Надеюсь, что мы не только 31 видео поставим, но останется еще новенькое, да, и мы с Олей будем там тоже танцевать. Это здорово, у нас остается буквально несколько минут, и мне бы хотелось, чтобы напоследок Даша дала такой, может быть, совет тем, кто тоже имеет такую же мечту, как у тебя, но не решается ее осуществить. Что бы ты сказала этому человеку? Я бы сказала, наверное, самое главное, не бояться, потому что можно сидеть и думать, что очень много преград, ничего не получится, никто мне не поможет, самое главное, надеяться на себя, потому что в течение моей жизни было очень много закрытых дверей, в которые мне приходилось очень стучаться, если мне там пять раз постучало, десять, на двадцатый это получилось, не бойтесь, следуйте за своей мечтой, она вот есть, и не слушайте никого, а главное то, что есть вот у вас внутри. Что же, Даша, мы тебя еще раз поздравляем с таким режиссерским дебютом, ждем от тебя новых проектов. Ребята, вас тоже поздравляю с премьерой и также надеюсь, что вас в совместном проекте собственно всех вместе и увижу в ближайшее время. Удачи вам, творческого развития и успехов. Спасибо, что пришли. Спасибо большое. Я напоминаю, что это была программа «Время говорить». В студии работала «Набережная». Увидимся на восьмом. Редактор субтитров А.Семкин